Пока люди отдыхают на пляже, спасатели следят за безопасностью. В жаркую погоду спасательный катер патрулирует акваторию без перерыва. В местах, разрешенных для купания, спасательные станции работают круглосуточно. Хоть плавать ночью и нельзя, а свод контролирует зоны отдыха. Любителей экстрима хватает. Помощь спасателей может понадобиться в любой момент. Основным правилом спасания, когда приходит человеку на помощь, это не подходить к нему спереди. Нужно подплывать всегда сзади, чтобы человек не смог тебя обездвижить. Схватить за руки, за шею и тому подобное. Подходить сзади, брать специальным хватом, ложить пострадавшего на спину, лицо держать над водой и транспортировать его к ближайшему берегу. Эти правила спасения действуют не только для спасателей. Если вы видите, что человек тонет, не бросайтесь сразу в воду. Позовите на помощь. Несколько человек быстрее и безопаснее достанут тонущего из воды. И самое главное, не забудьте позвонить по номеру 101. В случае сработки сигнала и поводной тревоги работники МЧС надевают эти костюмы, берут с собой необходимое оборудование. В зависимости от сезона, к примеру, зимой техника спасения немножечко отличается. И прицепляют к автомобилю быстрого реагирования, либо к автоцистерне, гидроцикл, либо лодку. И с очередь выдвигаются на место вызова. МЧС приезжает в места отдыха по вызовам. Патрулированием пляжей и акваторий занимается освод. Дежурная смена, выход катера на дамбу. Бегом. Сколько ни говоришь, что выбирать для отдыха нужно оборудованные пляжи, людей так и тянет на приключения. Например, спрыгнуть с дамбы. Не рискуйте своей жизнью, своей собственной безопасностью. В лучшем даже случае это может быть просто травма. Тупая травма, ударившись либо о дно, либо об камень. Купаться там категорически запрещено. Но тем не менее, стоит подойти туда на катере. Конечно, мы людей предупреждаем, снимаем, ограждаем их от своей же, так сказать, беспечности. Но отъехав от этого места, через полчаса, через 20, через 25 минут они лезут снова. Молодой человек, покиньте территорию небезопасную для купания. Здесь запрещено купаться. Стоят таблички. Это гидроузел, дамба. Чаще всего залазят на дамбу подростки. А ведь недалеко есть оборудованный пляж с песчаным очищенным дном. Большая просьба к отдыхающим, вести себя культурно, культурно по отношению, в первую очередь, друг к другу. Обезопасить самого себя при отдыхе и не узлопотреблять. Особенно смотреть за детьми, уделять большое внимание детям. Помните о безопасности, соблюдайте правила поведения на воде. Спасатели в любой момент готовы оказать вам помощь. Но лучше не прибавлять им работы.